Привет! Сегодня будем обсуждать велосипедную форму с Алиэкспресс. Как я уже сказал, сегодня будем обсуждать форму с Али, а точнее форму от компании X-Tiger. Не так давно на волне новостей о том, что Decathlon закрывается, о том, что доставка известных хороших мне брендов больше недоступна, я полез на Али и посмотрел, а чего там дают. Весь мой прошлый опыт нельзя назвать бескомпромиссно успешным, но я подумал, что с момента последнего заказа формы с Али прошло практически 4 года, и вдруг там что-то за это время поменялось. Из всех фирм чаще всего мелькал X-Tiger, причем у него было достаточно много хороших отзывов, и ценник за комплект, повторюсь, за комплект джерси Бибы, был 3 тысячи. Сейчас он вообще упал до 2,5 тысячи. На всякий случай уточняю для тех, кто смотрит это видео из будущего. Все, безусловно, может поменяться, но на данный момент, на момент съемки этого видео, цена комплекта 2,5 тысячи. Ну так вот, цена на тот момент, когда я заказывал, была 3 тысячи, и я подумал, что это не такой уж и фатальный ценник за эксперимент. Поэтому давайте разбираться, что из этого получилось. На самом деле форма ко мне приехала уже полтора месяца назад, поэтому я успел за это время ее обкатать и протестить. Начать предлагаю с джерси, потому что с ней все проще и понятнее, а потом перейдем к Бибам. И сразу важная информация. Мой рост 183 сантиметра, вес 72 килограмма, форма на видео размера L. На самом деле перед заказом я достаточно долго развлекался с измерительной лентой, мерил всего себя, сверялся с таблицами на Али, и казалось, что ошибиться невозможно. Что из этого вышло, узнаем дальше. И сразу скажу важный нюанс. К сожалению, при заказе комплектом нельзя выбрать отдельно размер джерси и размер бибов. Приходится попадать в один и тот же, скажем так, размер для верха и низа. И для некоторых людей это может стать некоторой проблемой. Но, как мне показалось на тот момент, я смог найти для себя идеальное соотношение вот параметров по таблице и по верху, и по низу. Джерси. Джерсуха села достаточно хорошо. Материалы ощущаются вполне себе приятно. Да, разумеется, она далека от топовых джерси, но и желания сразу ее снять тоже не возникает. Куда-то в поход, например, поехать, куда тебе не хочется вести с собой дорогую джерсуху, но комфорт все-таки желателен, как будто самое оно. По поводу эластичности. Тянется джерси достаточно хорошо, поэтому если бы у меня был животик, или джерси была бы на один размер, может быть даже на два размера поменьше, думаю, села бы тоже без проблем. Далее дизайн. Тут у меня вопросики есть. Мне непонятно вот эта вездесущая надпись. Я понимаю, что компания X-Stacker пытается всему миру показать, что это наша джерси, но перебор надписей и на рукавах, и на груди. Если вот на груди можно было бы большую оставить, в целом, ну, нормально. Не супер, конечно, стиль, но пойдет. Но вот надпись на груди плюс надписи на рукавах, конечно, уже кажется избыточным и такой легкой китайщиной, к сожалению, попахивает. Никаких приятностей в виде защиты замка сверху снизу, разумеется, не обнаружено, но вот прямой контакт молнии тела исключен. Защитная вставка на месте. И это уже приятно. Далее переходим к моей любимой теме для всей велосипедной одежды, которую мы надеваем на верхнюю часть тела. И это карманы. А вот карманы меня приятнейшим образом удивили. Во-первых, они достаточно глубокие, и в них можно спокойно складывать вещи. Вообще, на моей памяти, это первый случай в бюджетных джерси, куда я могу спокойно сложить вещи и не переживать на тему того, что они оттуда могут вылететь. Во-вторых, даже присутствует карман с замком. И в-третьих, у самого правого кармана присутствует влагозащитная перегородка. Идея, на самом деле, крутая. Потому что, если, допустим, на улице идет дождь, мы кладем телефон в карман ближе к телу, и он защищен от влаги, которая летит из-под заднего колеса. Если же мы делаем, например, интенсивную тренировку и очень сильно потеем, то мы можем положить телефон в карман под замком, и, соответственно, телефон будет отгорожен от влаги нашего тела. За это прям большой палец вверх. И также порадовало наличие силиконной вставки по низу. Эта вставка не позволяет джерси задираться во время езды. Порадовала эта вставка, потому что в бюджетных джерси они также далеко не всегда встречаются. Отдельно такая джерси сейчас стоит около 1300. И, учитывая все вышесказанное, соотношение цены и качества в целом в порядке. Да, нет суперматериалов, дизайн спорный, и отсутствуют мелочухи в виде защит замка. Но, с другой стороны, сделано все достаточно добротно, карманы хорошие, силиконочка по низу есть, и материалы, хоть и не топовые, но вполне себе приятные. Поэтому, повторюсь еще раз, по соотношению цены и качества здесь могу поставить окей. А теперь переходим к бибам. И на всякий случай я еще раз напоминаю, что мой рост 183 см, вес 72 кг, а размер вещей L. И вот если джерси попала в размер идеально, ну или было близко к тому, то с бибами есть некоторые вопросы. До пояса все замечательно, сидят как родные. А вот ниже пояса случилась некоторая катастрофа. Такое чувство, что на пятой точке мне не хватает 5-10 см обхвата. И что, кстати, интересно, на тактильных ощущениях это сказывается не так уж и критично, как могло быть. Но вот визуально полный провал. Когда смотришь на это место, есть ощущение, что мне нужны бибы не на один даже, а может быть на пару размеров поменьше. А вот еще чуть ниже на ноге все становится опять близко к размеру. Хотелось бы сделать обхват чуть-чуть поменьше, но так или иначе, тут попадание снова достаточно близкое к цели. Не так, как на средней части. Вдобавок к вышесказанному, передняя часть памперса не слишком плотная. Из-за этого в паховой области образуется излишняя свобода. Да, я понимаю, сжать не должно. Но тем не менее, мы не в семейных трусах. Поэтому каких-то болтаний и перекатываний допускать точно нельзя. В общем, геометрия строения бибов мне не очень понятна. Я бы понял, если бы они мне в целом были малы или в целом были большие. Тут бы все было очевидно. Ага, я просто не угадал с размером. А здесь все получается как-то странно. То есть сверху они сидят на мне идеально, посередине промазали практически на два размера и ближе к низу снова сидят очень даже близко к тому, что должно быть. Непонятно, на кого они рассчитаны, как они строились. Есть некоторые вопросики к этому. Ладно, с размерами все понятно. Давайте в целом рассмотрим бибы. Материалы, так же, как и у Джерси, вполне себе в порядке. Не лучшее, что я трогал за свою велосипедную жизнь. Но и так же, как и Джерси, явного отторжения не вызывает. На теле ощущаются достаточно приятны. В бибы также добавили карманы. На самом деле, карга бибы очень крутая вещь, очень удобная, но в данном случае полноценно воспользоваться карманами у меня не получилось. Из-за того, что штанина чуть-чуть великовата, в тот момент, когда я что-то пытаюсь в карман положить или что-то пытаюсь из него достать, штанина елозит по ноге. Далее дизайн. Начнем со светоотражайки на ногах. С точки зрения безопасности, конечно, хорошо. С точки зрения дизайна, конечно, провал. Когда заказывал, было два варианта. Чисто черный и вот в таком дизайне. Но, судя по описанию, у чисто черных был памперс попроще, а у бибов с таким дизайном был памперс более хороший, более качественный, на более долгую езду. Опять же, если верить описанию. Соответственно, хотелось попробовать памперс получше. Пришлось заказывать бибы вот с этим светоотражающим рисунком. И на фотографиях, на самом деле, он выглядел не так уж и плохо. Но вот в живую мне совсем не понравился. Поэтому за дизайн, ну прям лично от меня минус. Чисто черные бибы были бы гораздо лучше. К слову о памперсе. Да, мы уже сказали, что его передняя часть излишне расслаблена. Но в остальном, он оказался очень даже хорош. При цене в 1600, а именно столько на данный момент стоят эти бибы отдельно, памперс оказался очень приятным. И расположен там, где надо, и работает достаточно неплохо. Я в своей жизни потрогал много всяких разных уже памперсов, от самых дорогих до самых дешевых. И этот памперс, даже в отрыве от цены, прям в порядке. А уже за полторашку, ну совсем хорошо. И последний момент из приятных, присутствуют противоскользящие манжеты. Казалось бы мелочь, но как я уже сказал про джерси, эти мелочи в бюджетной одежде далеко не всегда присутствуют. Какое-то по бибам, тут все противоречиво. Если бы они были чисто черными и попали мне в размер, возможно, я бы остался доволен качеством исполнения, я бы остался доволен памперсом. И за полторашку это мог бы стать отличный вариант. Плюс еще с карманами, карго бибы. Это же вообще тренд текущего, ну и, наверное, уже прошлого года. Но в моем случае, ну, эксперимент, мягко говоря, не удался. И вот бибы, еще раз, я бы себе, скорее всего, заказывать уже такие не стал. Ну и давайте подведем общий итог и будем заканчивать. Общее впечатление, учитывая цену, на самом деле, скорее даже положительное. Да, не все фишки присутствуют, но большинство важных вещей сделано, и сделано достаточно неплохо. За свой ценник совсем приятно, и главная задача попасть в размер. И вот тут, на самом деле, я бы, может быть, задумался о том, чтобы заказать верх и низ отдельно, потому что, заказывая комплектом, я нигде не увидел возможности заказать верх, допустим, L, а низ, допустим, S. И да, соглашусь, комплектом уходит вроде бы дешевле, две с половиной тысячи за комплект сейчас, и около трех тысяч, если покупать вещи отдельно, но с другой стороны, лучше, на мой взгляд, переплатить 500 рублей и получить две идеально сидящие вещи, чем не доплатить 500 рублей, а потом сидеть и думать, а что мне, собственно, теперь с этим делать, вопросики. Да, есть еще один минус, то, что вещи, если раздельно заказывать, они могут прийти в разное время, комплект, даже если будет ехать долго, он хотя бы будет ехать целиком, но тут уже каждый выбор делает сам. Я, как мне кажется, на эту тему рассказал все, что хотел рассказать. Ну и на этом на сегодня все. Если остались вопросы, добро пожаловать в комментарии. И также я прошу вас, если у вас есть опыт использования одежды X-Tiger, напишите в комментариях ваш рост, ваш вес и размер одежды, которую вы заказали. Возможно, все вместе мы сможем собрать некоторую статистическую базу данных, и кто-то, однажды выбирая себе новые вещи, сможет зайти в комментарии, полистать и понять, ага, мне при таком росте, при таком весе подойдет такой размер, а такой не подойдет. Возможно, кому-то в будущем мы сможем помочь приобрести что-то более приятное и кого-то убережем от ошибки. Ну и уже по традиции жмякайте лайки, колокольчики и все дела. Как обычно, все ссылочки в описании. Хороших вам покупок, хорошего вам велосезона, ну и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok